На Рождество Христово мороз не сбавлял своих оборотов. Градусник уже который день показывал ниже 20 градусов. Но холодная погода не испугала тех, кто решил поклониться Богомладенцу Христу и пришел на праздник к Храму всех святых. Традиционное для города шествие Христославов собрало детей и родителей, прихожан Саровского благочиния. На шествие пришли и дети с инвалидностью, подопечные Центра Милосердия. Многие участники сделали самодельные рождественские звезды – символ Вифлеемской звезды. В храме всех святых все спели тропарь и кондак Рождеству Христову, а после колонной прошли через Саровский монастырь и спустились к храму Иоанна Претечи. На северном склоне холма творческое объединение «Мир» разыграло уличное вертепное представление с ростовыми куклами. Артисты рассказали зрителям историю рождения Христа о злобном царе Ироди и избиении вифлеемских младенцев. Но в конце представления добро победило зло. Затем Христославы вновь вернулись на проспект мира и собрались погреться в культурно-просветительском центре Саровского благочиния. Там состоялось чайпитие со сладкими угощениями. Сегодня мы организовали вот такое вот прекрасное чайпитие. Организовывали это волонтеры нашего города Сарова. Каждому человеку, кто пришел на наше чайпитие, досталось по маленькому презентику, то есть по маленькому подарочку. Мы были очень рады всех видеть здесь и очень вообще рады, что наше чайпитие вот так вот хорошо прошло. Мы очень благодарны организаторам, которые всех нас могли тут согреть, организовать нам прекрасный праздник. То, что мы все очень рады и отмечаем Рождество с радостью. Участники шествия получили на память миниатюрные елочные игрушки. Шествие Христославов проводится в Сарове в праздник Рождества с 2009 года и каждый раз в мероприятии привносят что-то новое. К шествию могут присоединяться все желающие. Этот праздник нам запомнился очень замечательным. Особенно этот спектакль. Он был прекрасен и как раз рождение нашего Христа. Это просто великолепно. Дорогие родители, дети, бабушки и дедушки, всех вас счастливым Рождеством. Рождество Христово – это праздник, когда Мария родила Иисуса Христа. Он был нашим спасителем. Версиемская звезда провела волхвов, чтобы они дали дары младенцу. Так как не было в гостиницах места, они ночевали в пещере. И там родился Иисус Христос. Праздник просто очень хороший, но большой минус сегодня очень холодно, поэтому вот я не пошла на… вот мы ходили там, они ходили, но я не пошла, потому что очень холодно. Рождество – это чудесный праздник, которому нужно радоваться, пока он еще не ушел. Радостью Светлого Христова Рождества поделились волонтеры центра «Радость моя» с подопечными – детьми с ОВЗ и инвалидностью. Четыре поздравительных бригады поздравили на дому порядка 25-30 семей. Волонтеры навестили и подопечных из Дивеева. 10-11 числа в студии «Родничок» праздник для малышей, для дошкольников разного возраста. Туда тоже наши детки приглашены. И 14-го числа большой праздник для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями будет в три часа. Большая праздничная программа, угощение, рождественский вертеп, концерт. То есть, в общем, будем еще, мы повеселимся. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.